Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале Литон ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. Немецкое издание Welt am Zontag сообщило о том, что в ходе недавних акций протеста против коронавирусных ограничений небывалый подъем среди митингующих получили идеи антисемитизма. Вот об этом я сегодня хочу поговорить со своим коллегой, известным израильским писателем, публицистом, журналистом Марком Котлярским. Марик, добрый день. Марик, приводятся цифры такие, четверть инцидентов, связанных напрямую с коронавирусом, были связаны с проявлением антисемитизма. При этом имеется ввиду вербальная часть, если говорить по, скажем так, активным действиям против евреев, антисемитским проявлениям, число нападений, например, упало, в общем-то, со 109 до 96, а прямых угроз количество упало с 58 до 39, но вместе с тем количество инцидентов, проявлений, демагогии и прочего выросло на 486 по сравнению с прошлым годом. Скажи, пожалуйста, этому есть объяснение, причем наибольшим пышным цветом, естественно, расцвела демагогия вокруг, ну, скажем так, всяких наветов на евреев, что это евреи, конспирологические теории, что евреи во всем виноваты, и распространяют, и коронавирусные меры вводят, давят на немецкое правительство, это все евреи. Ну, конечно, это же известно, как в знаменитой эпиграмме на одного этого самого плохого поэта, говорит, поэт горбат, стихи его горбатый, кто виноват, евреи виноваты. Ну, так вот, это та же самая ситуация, причем я хочу тебе сказать, что, конечно, тут эту ситуацию надо рассматривать двояко, скажем так, то есть, главное, конечно, масло в огонь, безусловно, подливают социальные сети, потому что такого разгула конспирологии, которая потом перетекает, естественно же, конечно же, перетекает в антихимический нарратив, я что-то не припомню за последнее время. Значит, и связано это понятно с чем? Дело в том, что, во-первых, очень много исследователей евреи, во-вторых, естественно, как бы компании, фармакологические производители, скажем, генеральный директор компании Pfizer, Альберт Бурла, греческий еврей, например, да, скажем, у истоков, кстати, хороший, между прочим, я это подчеркиваю всегда, чтобы нас с тобой не обвиняли в русофобии или еще в чем-то, хорошей вакцины российской, спутник, стоит Академия Гинзбург, то есть, еще там несколько человек, евреев и следователей, да, то есть, все это частности, на самом деле, частности, но это для нас с тобой частности, для нормальных людей, а для людей, ненормальных, склонных к конспирологии, склонных к паранойе, да, это просто, как это называется, бальзам на рамы, что называется, да, и поэтому, как ты правильно заметил, ты увидишь, то есть, как бы уменьшилось количество инцидентов в реальности, да, или, скажем, физических, да, то есть, нападений конкретных и так далее, и увеличилось количество связанных с вербальной агрессией, то есть, все большая часть вот этих антихимических инцидентов выплескивается в сети. Самое парадоксальное, конечно, это отношение своих соцсетей, особенности Фейсбука и Твиттера, которые, с одной стороны, кричат о том, что они борются за чистоту, якобы, сети, а на самом деле, я не раз в этом наблюдал, могут тебя забанить за совершенно невинную строчку, да, и дают простор антиваксерам этим, антипрививочникам, конспирологам, антисемитам и так далее, этого добра почему-то в Фейсбуке хоть отбавляют. Какой-то странный такой алгоритм, да, недаром очень многие сегодня пользователи уходят другие соцсети, там, Сигнал, Телеграм, там, и так далее, и так далее, и так далее. Тоже неспроста, да. И понятно, что люди, ситуация наэлектризована, конечно, конечно же, да. Ситуация уже третий год непонятная, да. Пандемия уже длится больше двух лет, она не затухает. И, как сказал один эксперт, как минимум еще нам с этим придется жить полтора-два года, а может быть и больше, да. И, конечно, а у людей ограниченных им хочется очень ответить на вопрос, естественно, самим себе. Почему? И они находят врага. А кто главный враг? Кто стремится к мировому закулисью? Кто стремится к овладению капиталом? Кто стремится? Это евреи. И это, особенно евреи, если дают пол. Тут еще один момент, Саш. Проблема заключается в том, что иногда и очень часто сами евреи дают к этому полу. Посмотри, что творится в Израиле, в соцсетях. В наших средствах массовой информации, русская вещь. Среди наших антиваксеров, среди тех, кто, живя в Израиле, поносит Израиль. И тогда, естественно, любой антисемит, скрытый или явный, скажет, ребят, а что вы от меня хотите? Вы на своих-то посмотрите, что они говорят-то? Они говорят о том, что вот Израиль, дескать, нарушил правила, согласившись на вакцину, и теперь все мы подопытные кролики благодаря Израилю. А у вас самих это написано. Это ваши люди пишут, понимаешь? Вот как бы и это ужасно. И извини, Саш, я немного отвлекусь от темы, но просто она связана непосредственно с твоим вопросом. Ты посмотри, что творится, я думаю, что вы это уже обсуждали, да, конечно, с победой Леной Ашрам. Казалось бы, какая-то художественная гимнастика, которой люди, многие вообще не знали, что это такое. И я вижу, что это идет не просто какая-то уже спорадическая кампания, а вот у меня точно теперь ощущение какой-то конспирологии, потому что расползлись как тараканы огромное количество вот этих троллей, которые, так сказать, используя вот этот удобный повод, внедряют в общественное сознание опять миф о еврейском заговоре. И это касается спорта, это касается науки, и это касается медицины, и в том числе коронавируса. Марик, ну, на эту тему, я надеюсь, мы в четверг у нас на разборах полетов обязательно поговорим, там действительно есть о чем поговорить, много всего. И я хотел тебя спросить еще вот о чем. Дело в том, что рост антисемитизма в Европе, в Соединенных Штатах, это явление не сегодняшнего дня и не вчерашнего. Оно было заметно, этот рост антисемитизма был заметен еще задолго до начала вот этой коронавирусной вакханалии. Скажи, пожалуйста, да, и мы, когда говорили об этом явлении, о росте антисемитизма, как правило, говорили, если о Европе, всегда приводили в пример, а вот они привезли себе с Ближнего Востока, из Африки, мусульман, исламистов, это все объяснимо, поэтому у них и рост антисемитизма. Но я не увидел, по крайней мере, те кадры, которые я видел, демонстрации в Берлине, я не увидел там людей, скажем так, со смуглым цветом кожи, я не увидел людей или там девушек, облаченных в хиджабы или еще во что-то, там были все, извини, люди белого цвета, очень активные, очень молодые. Откуда это у них? Ну, смотри, я всегда вообще считал и считаю... Извини, Марик, может быть, это, как пишут некоторые журналисты и у нас в Израиле, это генетический код у немцев проявляется против евреев. Все-таки 1700 лет они с евреями вместе жили, настрадались. Ты меня опередил. Я бывал много раз в Германии. И каждый раз я приезжал из Германии с четким ощущением, что ничего не изменилось. Просто немцы, будучи организованной достаточно нацией, что, какое ключевое слово определяет немцы? Саша, ответьте на этот вопрос. Ключевое слово. Порядок, дисциплина. Правильно, умница. Ordnung. Das ist Ordnung. Это ключевое слово, определяющее характер любого немца. Ordnung, порядок. И поэтому сегодня порядок таков, что евреев надо любить. А не получается. Понимаешь? То есть вот ретевое это дает о себе знать. Я расскажу тебе один пример. Я был в Дюссельдорфе. По приглашению там своего друга, мы ездили с моим коллегой Петром Лекомсоновым. Выступали там, у нас были творческие вечера. И вот мы возвращались поздно ночью с очередного вечера. Я спросил этого своего приятеля. А он там уже к тому времени проработал лет 10 в этой общине. Я его спросил, скажи, пожалуйста, а что, реально немцы изменились? Они действительно реально раскаялись? Они действительно ощутили, что они натворили? И он сказал совершенно, можно сказать, гениальную фразу. Он сказал, ничуть отмашки ждут. Понимаешь? И немцы могут верхушка сколько угодно говорить о любви к Израилю. И возможно, это так оно и есть. И о том, что Израиль стратегический партнер. И так далее, и так далее. Но это верхушка. А что говорят внизу? И что делают низы? И что думает обычный бюргер? Есть же по этому поводу другой, извини, Саша. Гениальный анекдот, который говорит, отвечает на твой вопрос. Когда по перрону бегает человек еврейской национальности и спрашивает там немцев, каждого из немцев там на перроне. А речь происходит, дело происходит в Германии. Скажите, как вы относитесь к евреям? И немец расплывает с улыбкой. Ну как? Ну конечно, евреи. Мы столько плохого им сделали. Это прекрасная наша. Я их очень люблю. Я все готов для них. И так далее, и так далее. Наконец он находит одного человека, которому он говорит, да я вообще их ненавижу. Я вообще бы их сгноил. И Дитлер там своего... И так далее, и так далее. Еврей хлопает его по плечу и говорит, о, наконец-то я нашел честного человека. Посторожите мой чемодан, пожалуйста, пока я в туалет бегу. Да, да. Ты понимаешь, шутка шуткой, но в каждой шутке есть доля правды. И в этом тоже что-то есть. Поэтому, когда мне говорят насчет раскаившихся немцев, я им не верю, как говорил в старом еврейском анекдоте старый еврей. Я им не верю. И подтверждение этому... Вот это демонстрация. Это же не первая демонстрация. И это проявление вот этого, опять, нарратива, который, как сказать, говорит о еврейском заговоре, он тоже не сегодня родился. И эти организации неонацистские, хотя вроде бы они под запретом, они существуют. И в эти неонацистские организации входит не только какая-то там забывенная молодежь, подростки и так далее, а входит, как выясняется там, я читал ряд расследований, в которые входят достаточно солидные люди, полицейские, инженеры, врачи и так далее, и так далее. То есть такое ощущение, что история пытается повториться. Вопрос только в том, как она повторится. Ты прав. Ты прав. Спасибо, Марик, за это интервью. Остается только порадоваться, на мой взгляд, то, что конспирологическая теория, а может не конспирологическая, о том, что вирус вышел из лаборатории в Ухане. Хорошо, что из Китая, а не из лаборатории в Нест-Сионе у нас. Спасибо, Марик, спасибо. Всего самого доброго. Будь здоров. До новых встреч у нас здесь в студии. Спасибо. До свидания. Спасибо, Шар, всего доброго. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Будьте здоровы. До новых встреч.